Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами уже встречались. Это наша третья лекция за сегодня в цикле наших краеведческих лекций, краеведческой такой копилки методической в рамках фестиваля «История моей страны, история Отечества». Сегодня мы с вами побывали уже в Ярославской и в Орловской областях, и сейчас мы отправляемся с вами в Саратовскую область. Сегодня своими наработками именно в области преподавания истории родного края поделится учитель начальных классов Светлана Васильевна Тимощук. Светлана Васильевна работает в среднеобщеобразовательной школе номер триггера Советского Союза генерал-майора Панфилова. Итак, здравствуйте, Светлана Васильевна! Мы очень рады нашей сегодняшней встрече. Я уверена, что она пройдет интересно, учитывая ваше направление работы. Вы работаете с младшими школьниками. Мы уже успели поговорить и о работе со студентами, и о работе со старшими школьниками. И вот сейчас пришло время именно краеведческой работы с младшими школьниками. Я уверена, что этот материал будет интересен учителям со всех регионов России. Напомню, что в рамках нашего фестиваля встречи пройдут с преподавателями, победителями Всероссийского конкурса краеведов из 43 регионов страны. Весь опыт масштабируем, поэтому будет он интересен и полезен, я уверена, всем 85 регионам. Не хочу долго задерживать начало нашего сегодняшнего вебинара, начало нашей встречи, поэтому с удовольствием передаю слово нашему лектору. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать организаторов и участников Всероссийского фестиваля «История малой Родины. История Отечества». Я представляю сегодня тему «Особенности организации исследовательской проектной деятельности с использованием коучингового подхода». Сейчас я открою презентацию. На конкурсе краеведов я рассказывала о школьной панфиловской неделе, которая проводится с 1965 года, и о том, какие изменения произошли в последнее время в содержании главного проекта школы при моем непосредственном участии. Более 15 лет занимаюсь организацией проектно-исследовательской деятельности. В своем классе веду кружок «Юный исследователь», руковожу школьным научным обществом и являюсь автором нескольких интернет-проектов, курсов, вебинаров, а также экспертом и членом жюри конкурсов исследовательских работ. В 2015 году на Международном педагогическом форуме в Санкт-Петербурге познакомилась с коучингом, прошла обучение по программе «Коучинг. Возможности без границ» и теперь являюсь профессиональным практикующим коучем. Несколько слов скажу о коучинге, так как это новое явление для России и некоторые, ну, к сожалению, некомпетентные товарищи дискредитируют коучинг, подменяя его суть, вводят в заблуждение неподготовленную аудиторию различными рода тренингами личностного роста. Итак, основоположник коучинга Американец Тимити Голви говорил, что коучинг больше помогает личности обучаться, нежели учит. По определению Международной федерации, коучингом называется процесс, построенный на принципах партнерства, который стимулирует мышление и творчество клиентов и вдохновляет их на максимальное раскрытие своего личного и профессионального потенциала. По словам моего учителя Ольги Рыбиной, коучинг – это катализатор, ускоряющий движение к цели. Простым языком, коуч – это специалист по придвижению человека к цели. На слайде представлены основные ключевые компетенции коуча, по которым он работает. Коучинг эффективен в различных областях нашей жизни – это и семья, бизнес, спорт, здоровье и, конечно же, образование. Коучинговый подход в школе можно использовать в следующих направлениях – это уроки, развитие творческих способностей, работа с разными группами учащихся, как с одаренными, так и со слабоуспевающими. Это индивидуальные или групповые коуч-сессии для родителей. Это повышение мотивации обучения. Кроме того, у меня возникла идея объединить личный опыт применения проектных технологий и новые знания в области коучинга и создала свой курс, который так и называется «Особенности организации исследовательской проектной деятельности с использованием коучингового подхода». Суть инновации такова, что, внимательно изучив коучинговые инструменты, определила, какие из них будут наиболее эффективны на основных этапах исследования. В своей лекции мне хотелось бы поделиться своими наработками. Думаю, этот опыт будет интересен для педагогов, которые учат детей реализовывать проекты и проводить собственные исследования. Согласитесь, что успех исследований во многом зависит от его организации. Безусловно, у каждого учителя есть свой арсенал приемов и методов, и тем не менее, даже у опытных педагогов возникают различного рода трудности. Изучая данную тему, я провела опрос среди коллег с целью выяснить, какие же проблемы чаще всего у них возникают. Вот что говорят педагоги. В моем классе одна из проблем явилась низкая мотивация детей к исследованию. Многие считают исследовательскую деятельность сложной и непонятной. Бывает трудно выбрать тему для исследования, а также непросто отобрать из-за огромного количества информации, которую находят дети-родители, нужную. Учителя рвут на части одаренного ребенка, а он в конце концов от непосильной нагрузки вообще отказывается от участия. Слабо успевающему ребенку учителя просто боятся доверить самостоятельные исследования. Так какие же новые возможности для организации исследовательской деятельности открывает коучинг? Когда учитель стоит в коуч-позиции, он переформулирует негативную формулировку проблемы в позитивную задачу. Считаю, что именно коучинговый подход позволяет эффективно, легко и с удовольствием решать поставленные задачи. Основные направления деятельности педагога по организации проектно-исследовательской деятельности следующие. Это создать положительную мотивацию, совместное участие ученика и учителя в анализе проблемы, ознакомление с методами исследования, составление плана работы, поиск противоречий, контроль и коррекция выполняемой работы, предзащита и, конечно же, окончательно оформление и подготовка к защите работы и выступления на конференциях или форумах. Позиция педагогов в проектной деятельности – это совместная деятельность по достижении поставленной цели, педагогическое сопровождение, поддержка. Однако традиционная роль учителя, роль консультанта малоэффективна. При коучинговом подходе учитель-коуч становится партнером для воспитанника и открытыми вопросами продвигает ученика и показывает возможные направления, создает условия для раскрытия внутренних ресурсов, ускорения процесса, самоконтроле и показывает, а как найти дополнительные ресурсы для своего проекта. Существует много коучинговых инструментов. Сегодня познакомлюсь с теми, которые эффективны для организации проектов. Постараюсь быть максимально полезной. По каждому инструменту проведу своеобразный мастер-класс. Алгоритмы будут на слайдах, и поэтому коллеги могут каким-то образом эти инструкции распечатать и напрямую ими пользоваться. Итак, в настоящее время и детям, и взрослым особенно важна визуализация, так как люди теряются в обилии окружающей информации, и на ее восприятие тратится слишком много времени. Визуализация – общее название приема к представлению числовой информации или физического явления в том виде, который удобен для зрительного наблюдения и анализа. И, кстати, многие коучинговые инструменты представляют собой именно схемы или рисунки. Итак, прием визуализации. Его целесообразно применять на организационном этапе. Я использовала визуализацию на первом занятии кружка «Юный исследователь». Ребята определяли, над каким проектом они будут работать, и объединялись в группы для коллективных проектов. При разработке проекта на международном форуме участники из разных городов определяли вектор панфиловского движения. А во время стратегической сессии в рамках панфиловской недели старшеклассники практически составили план работы школы по патриотическому направлению на целый год. На родительском собрании с родителями своего класса мы реально составляли план воспитательной работы с графой «Кто ответственный за то или иное мероприятие». Как видим, спектр применения визуализации очень широк. Какое же необходимо оборудование? Участники будут писать темы проектов. Для этого нужны стикеры, небольшие листочки на клеевой основе или обычные тетрадные листы, листы А4, разрезанные на полоски, маркеры, фломастеры. Модератор, то есть тот учитель, который проводит это мероприятие, должен будет прикреплять листочки так, чтобы все участники могли и прочитать то, что на них написано. Поэтому удобно их размещать на школьной доске или на магнитной доске или на клеевой. Как же проходит это мероприятие? Дети находятся в кабинете. Они могут сидеть за партами или в такой свободной, неформальной обстановке. Учитель объясняет, с какой целью собрались и предлагает написать тему, которая им особенно интересна. Учащиеся пишут крупными буквами на листочках тему. Здесь главное условие, чтобы на одном листочке была написана одна тема, одна идея, один листочек. Если у них появляется больше идей, они берут другой листочек и на нем пишут. Учитель собирает эти листочки и начинает озвучивать темы. Беседа ведется в свободной форме и начинается группировка этих тем по тематическим группам или блокам. Подготовила такой слайд. Представим, что эти листочки учителя в руках. И вот он зачитывает. Берет первый листочек и читает, что такое солнце. Кто-то из детей захотел на эту тему исследования провести. И прикрепляет на доску. Берет второй листочек, читает, какие животные живут в Африке. Но тема другая, поэтому где-то в другое место на доске. Следующая. А какая кошка самая большая? Ну вот из этих двух тем куда больше подойдет? Наверное, там, где животные в Африке. Хорошо. Смотрим следующий. Как устроен компьютер? Подходит к солнцу? Ну нет. К животным тоже далеко. Давайте организуем. Это будет у нас третья тематическая группа. И так далее. Почему звезды светят ночью? Почему льва называют царем зверей? Какого размера вселенная? Полезны ли компьютерные игры? И таким образом все темы, которые были детьми придуманы, распределяются вот по таким группам. И дается название. Общие. Космос, например, животные и компьютер. Далее. У каждого ребенка есть еще стикер, на котором он пишет свое имя. Это может быть два-три стикера. И он выбирает, а какая тема, какая группа ему более интересна. И вот он подходит к этой доске и смотрит, что ему интересно. И прикрепляет листочек со своим именем именно к той теме или к тому блоку, который он хочет провести исследование или проект реализовать. И таким образом формируются творческие группы учащихся и определяется тема каждой группы. Или ученик может выбрать индивидуальный проект. Часто бывает, что кому-то из ребят понравится тема, которую предложил другой ученик. И далее идет уже работа по формулировке творческого названия проекта, постановке целей, задач и так далее. Итак, прием визуализации эффективен для определения темы проекта, формирование групп, составление плана работы с готовым списком в графе «Ответственное за проведение». Следующий инструмент – открытые вопросы. Для создания исследовательской среды учитель может использовать сильные открытые вопросы, стимулирующие исследовательскую деятельность. Открытые вопросы предполагают развернутый ответ. В отличие от закрытого, на который мы можем ответить только «да», «нет» или какое-то одно слово. Пример закрытого вопроса. Ты когда пойдешь в кино? Здесь только одно слово, да? Например, в среду или там 5 декабря. Хочешь участвовать в конкурсе? Ну, «да» или «нет»? Или «не знаю». Или вот как на слайде у меня. Вы хотите сделать открытие? Что ребенок ответит? Или «да», или «нет», или «не знаю». Ты знаешь, какие птицы живут в наших краях? Ну, что-то он, наверное, знает. А теперь сравним с открытыми вопросами. Какое открытие вы хотели бы сделать? Здесь у ребенка включается активная мыслительная деятельность. И он вспоминает, что и это ему интересно. И вот это он где-то читал. Вот это хотел бы он что-то узнать. Здесь его что-то заинтересовало. Переформулируем вопрос о птицах. Что ты знаешь о птицах нашего края? И он может назвать, какие птицы, где они живут, и какие перышки, какой носок и так далее. Итак, значит, открытые вопросы расширяют горизонты исследовательской области. Открытые вопросы задают с помощью вопросительных слов, которые ставятся в начале предложения. Где, что, как, почему и так далее. И вы представляете, даже в обычной жизни открытые вопросы помогают наладить коммуникацию. И вот теперь, прежде чем задать вопрос, я часто задумываюсь, а какой уместен в данной ситуации вопрос – открытый или закрытый? Вот такой интересный инструмент. Открытые вопросы. Двигаемся дальше. Принципы постановки целей и задач по SMART – это мощнейший инструмент. Если проработать цель проекта по SMART, то его успех гарантирован на 100%. Итак, когда мы ставим цель проекта, мы должны посмотреть на нее. Это должно быть и ясно, и четко в отношении того, что должно быть достигнуто. То есть что, где, когда, сколько конкретно. Количественные. То есть они должны быть измеримы. Что можно было бы оценить степень достижения. Должны быть реально достижимы при имеющихся ресурсах. Конечно же, завтра мы на Луну не сможем полететь. Поэтому здесь нужно рассматривать эту цель, реально достижимую. Не отвлеченные, а непосредственно относящиеся к выполняемой работе. И главное, привязанные к конкретным срокам исполнения работы. Если цели, которые не соответствуют требованиям SMART, это просто мечты. И чаще всего они не сбыточные. Итак, следующий инструмент – это шкала. Есть два варианта шкалы. Это экспресс-шкала и развернутые. Алгоритмы этих инструментов на слайдах. Когда же используют шкалу? Инструмент шкала позволяет ребенку и руководителю непрерывно измерять степень приближения к цели в процессе работы над проектом. Инструмент шкала работает так. В самом начале работы над проектом учитель с ребенком чертит шкалу. Горизонтальную линию со стрелкой. Начало – это единица, не ноль, обращая внимание, единица, потому что уже есть цель создать проект. На конце пишем число 10. Далее прописывается, а какой наилучший результат будет на 10? Что это будет для нас, для ребенка, для руководителя? Например, это участие в международной конференции. А для кого-то не просто участие, а победа. Или создать такой оригинальный проект, который всех удивит. Затем рассматривается, а что уже есть на данный момент для проекта. То есть, например, какая-то информация уже подобрана или проведена часть исследований. И отмечаем на шкале, где мы находимся в данный момент. Потом прописываем следующий шаг. Что мы делаем для реализации проекта? А что потом? А что будет за этим шагом? И так далее. Главное прописывать четкие и конкретные действия. Другими словами, составляется план. И что важно, ставятся конкретные сроки. К шкале необходимо периодически обращаться, чтобы отслеживать, как продвигается проект. Я использую шкалу и на уроках. Но это тема отдельного мастер-класса. Следующий инструмент – мой проект в лучах солнца. И это инструмент о необходимых ресурсах, людях, финансах, информации, оборудовании, которые необходимы для реализации вашего проекта. На листе бумаги в центре пишется тема проекта. И от нее рисуются лучики, на которых прописываются необходимые ресурсы. И определяется, а насколько от 1 до 10 ваш проект, этот ресурс важен для проекта. По ходу можно добавлять необходимые ресурсы. Я сама очень часто пользуюсь этой схемой. Реально она помогает. Следующий инструмент – колесо баланса. Его еще называют колесо жизненного баланса. На самом деле любая сфера деятельности, которую можно разложить на составные части, легко анализируется с помощью колеса. Этот инструмент используется на этапах планирования и реализации проекта. Его алгоритм. Рисуется круг. Можно уже взять готовый шаблон в интернете. И он делится на необходимое количество секторов. Например, ваш проект состоит из пяти ключевых дел. Какая-то акция, исследование, опрос, создание макетов, флешмоб и так далее. Значит, и соответственно будет пять секторов. Даем название каждому сектору. Вот мы видим шаблон этого инструмента. И вот в белой прямоугольничке вписывается название этих ключевых дел. И тут же прописываем наилучший результат. Ну, например, сделать не просто макет боевой техники, а макет с подвижными деталями, с подсветкой. То есть наилучший результат. И далее прописываем, какая акция, что будет наилучшим результатом. Например, при увеличении более ста участников к этой акции. Затем в каждом секторе отмечаем, а где от одного до десяти находимся сейчас. Что уже сделано? Ну, например, про макет. Уже приобретены материалы для макетирования и готов эскиз. Ну, значит, где-то на пятерке находимся. И отмечаем, вот где у нас на шкале пять. Ставим такую дугу и можно эту часть сектора закрасить. И потом смотрим, а в какой сфере положительные изменения, в какой сфере положительно повлияют на все остальные. Вот если бы вы в каком-то секторе сделали один шаг и поднялись на одну единичку ближе к десяти, что изменится? Что будет по-другому? И определяете первый шаг потом. А что будете делать потом? И таким образом прописываются все шаги. Вот такие действия иногда помогают выйти из тупиковой ситуации, когда проект завис и что-то не получается. Для педагога же колесо может стать инструментом диагностики уровня владений исследовательскими навыками учащихся. Вот как здесь скриншот работы одной из моих учениц. Это все начальные классы. Прием слона едят по кусочкам. Здесь подразумевается слон – это большой проект, какое-то большое дело, которое надо разделить на такие части, чтобы одну такую часть можно было сделать в течение короткого времени. Например, в течение одного дня или за несколько часов. Очень помогает в случае, когда предстоит реализация глобального проекта со многими участниками. Кстати, такие кусочки можно оформить в виде колеса, о котором я только что рассказала, колеса баланса. И перед руководителем проекта всегда будет целостная картина, весь процесс под контролем, так как на колесе отмечается продвижение в каждом секторе. И видно, где западает работа и где нужно активизировать деятельность через конкретные шаги. Ну а теперь мое самое любимое. Все мы знаем замечательные мультфильмы Уолта Диснея. А знаете ли вы, как он достиг такой известности? Он родился более ста лет назад, но его имя знакомо большинству людей нашей планеты. Наверное, потому что самой сильной чертой Уолта Диснея была способность замахиваться на самые нереальные цели и воплощать их в жизнь. Он создал первые звуковые, музыкальные и полнометражные мультфильмы. Они завоевали кучу премий и огромную популярность у детей и взрослых. А знаменитый Диснейленд – самый грандиозный его замысел. Так как же работал Уолт Дисней? Глава первая. Мечтатель. Сначала он создавал свои творения в мечтах. Он проживал жизнь своих героев, почувствовал их образы, характер, поведение и внешность. Глава вторая. Реалист. После этого Дисней просчитывал бюджет, который ему требовался, оценивал свои ресурсы и время. Ему было важно понять, как его мечта превратится в реальность. Для него важны были конкретные шаги и весь процесс в целом. И вот на этом этапе он конкретно прописывал детали. Глава третья. Критик. Дисней использовал критическую оценку своего будущего детища. Насколько его творение понравится зрителю? Нет ли чего это лишнего? У критика во главе стоит логика, и он обращается к опыту прошлого. Каких ошибок можно избежать? Что может вызвать противоречие? Дисней обязательно разделял способы мышления. Этот подход прост и одновременно гениален. Дисней использовал пространственные якоря, то есть его художники работали в разных комнатах. Каждому давал способы мышления и возможность проявить свою сильную сторону. Другие в это время не вмешивались. После чего объединял их в общую команду, работающую над одной идеей – создание самого лучшего проекта. Технику Уолта Дисней можно применять в самых разных жизненных и рабочих ситуациях. Благодаря ей легко найти самое лучшее решение вашей задачи. Эта стратегия была положена в основу техники, стратегии творчества Уолта Дисней, или просто модели Уолта Дисней, которые теперь используют в командном коучинге. И я очень люблю проводить именно командные стратегические сессии с использованием вот этой техники, модель Уолта Дисней. Как же это работает? В течение 3-5 минут ведущий рассказывает об особенностях работы, правилах и ожидаемом результате. Участники объединяются в группе от 3 до 7 человек. Если цель встречи – найти решение трех ситуаций, то игру будет 3. Если проект разделен на 4 или 5 частей, значит, соответственно, будет 4 или 5 групп. Поочередно на каждом этапе все участники выполняют роль мечтателей, реалистов, критиков. И есть еще интеграторы. Какая же роль у каждой этой группы? Мечтатель. То есть все возможно. Он напридумывает новые идеи. И самое главное здесь мечтателю ничего не говорить, что не получится. Все идеи, которые будут озвучивать дети, исполняя роль мечтателей, все они фиксируются без единого замечания. Следующее. Реалист. Думает, как это делать? То есть прорабатывает детали. Здесь тоже ничего не оцениваем, не критикуем, а исследуем альтернативные способы осуществления грез мечтателя. Следующий момент. Критик. Думает, а что не сработает, что не получится? Какие подводные камни могут оказаться в нашем проекте? И интеграторы в технике мировой кафе, если мы добавляем к модели Олта Десны, добавляется еще одна роль. Интеграторы, которые будут работать над окончательным вариантом проекта, собирая и группируя все предложения, сделанные мечтателями, реалистами и критиками. И они же защищают проект. В каждой группе выбирается хозяин стола. Вот на этом слайде вы видите схему, как работают группы. Синие кружочки – это столы, за которыми сидят дети. Зеленые кружочки – это те дети, которые перемещаются. А красным кружочком – это дети, которые выполняют роль хозяина стола. Они остаются каждый за своим столом. Походу, замечу, что не обязательно вот так передвигаться по столам. Можно использовать только стратегию Олта Деснея без мирового кафе. Тогда один человек на себя примеряет разные роли, то он смотрит на проект глазами мечтателя, потом он же прорабатывает детали своего проекта, потом смотрит, что может не получиться. Или можно рассматривать по этапам, вот без перехода по столам. Так мы с своими коллегами разрабатываем проекты в нашем научном обществе. Итак, продолжим. В каждой группе выбирается хозяин стола. Хозяину стола дается дополнительная инструкция. Вы являетесь хранителем знаний вашей группы. Ваша задача – фиксировать информацию и передавать наработанное последующим группам. Следите, чтобы все принимали участие в обсуждении. Поощряйте высказывания идей, пишите разборчиво. Все идеи принимаются без критики. Каждая группа получает по листу флипчарта, маркеру для записи идей. На листе обязательно надо написать название обсуждаемого вопроса или тему проекта. И как вариант, можно записывать идеи на стикерах и клеить их на флипчарт. Вот на этой фотографии видите, как мои ученики работают над проектом «Города будущего». Они сидят по группам. Стрелочкой показан ребенок, который выполняет роль хозяина. То есть он сидит на одном месте и вокруг него уже происходит движение. Участники получают время на поиск всех вариантов ответа на вопрос. Хозяин без критики фиксирует идеи. Это мечтатели. Потом по команде ведущего участники меняются столами, обычно по часовой стрелке. Хозяин стола остается. Что он делает? Он приветствует новую команду, вводит в тему и рассказывает о том, что наработано прошлой группой. Новые участники дополняют список своими идеями с точки зрения реалистов, то есть прорабатывают детали. Для наглядности можно записывать новые идеи маркером другого цвета, в другом секторе листа. Продолжительность этого этапа также обычно 10-20 минут. Следующий этап опять переходит по команде ведущего. Теперь все участники смотрят на этот проект с точки зрения критиков. Что может здесь не получиться? Что нужно предусмотреть? Какие опасности могут возникнуть? Количество переходов зависит от количества столов, но не более пяти. Время обсуждения постепенно сокращается до 7-15 минут. Команды возвращаются за свои столы, то есть за те столы, за которыми они начинали работать. И уже как интеграторы подводят итоги обсуждений, систематизируют все идеи, делают выводы и представляют их наглядно на листах хлебчарта или специальных досков. И хозяин стола или желающие ребята презентуют результаты всем участникам и идет обсуждение. Вот таким образом в рамках четкой структуры и понятных правил создается непринужденная доброжелательная атмосфера кафе. А рассмотрение вопроса с трех точек зрения мечтателя, реалиста и критика позволяет тщательно проработать проект. С помощью этого метода можно в период от 40 минут до 3 часов собрать информацию, объединить видения, найти ответы на вопросы. И на выходе план проекта готовый к реализации. Применение техники мировой кафе плюс модели от Disney самое разнообразное. Стратегические сессии по модели Disney обладают мощнейшей коллективной энергетикой, рождают уникальные проекты, находятся решения сложнейших задач. И сейчас я на слайде пролистаю технику, описание инструкции конкретные для модераторов и принципы проведения этой сессии. Например, в рамках научного общества школьников мы работали над экологическим проектом «Чистый город», который состоял из трех блоков. Чистая улица, чистый воздух и чистая вода. Соответственно, у нас было три группы. Мы сформировали разновырастные группы учащихся так, что в каждой команде у нас было по несколько детей из первого класса, из второго, из третьего и из четвертого. И общая численность была до 50 человек у нас. И вот одна из групп, которая работала над частью проекта «Чистый воздух», для сохранения чистого воздуха они предложили провести в Петровский день без машин. И использовать в этот день только экологичный вид транспорта, велосипед. И вот на слайде видно детские рисунки «День без машин», «День велосипедиста». Вот таким значком они его подрисовали. И можете себе представить, что вот эту идею учеников начальных классов поддержали в администрации района. И в городе у нас прошел первый велопробег. И после этого появились велопарковки около социально значимых объектов. Очень важно привлечь родителей для работы над проектом, особенно для учащихся младших классов. И наши родители не только помощники, но и активные участники наших проектов. Вот метапредметный проект «Города будущего» проходил таким образом. Здесь у нас было четыре группы, потому что было четыре параллели. И первые классы у нас разрабатывали часть проекта «Отдых и развлечение в городе будущего». Вторые классы – «Спортивное будущее города». Третья – «Школа будущего». Четвертые классы – «Любимая работа». А родители разрабатывали направление архитектуры и социальные объекты города будущего. На молодежной стратегической сессии по благоустройству города, где я выступала в роли модератора, был принят целый комплекс решений. Например, был реконструирован городской фонтан именно так, как его задумали активные горожане на той стратегической сессии с подсветкой в ночное время. И от проекта на бумаге до запуска фонтана прошло всего шесть месяцев. Сессия состоялась в марте, а на день города этот фонтан был уже открыт. В ходе стратегической сессии по разработке проекта «Память» в рамках «Школьной памфиловской недели» ребята решили снять фильм о памфиловцах. Сейчас этот фильм в работе. А участники конкурса «Топ-10 юных памфиловцев» Международного патриотического форума обсуждали проект сохранения исторической памяти через семейные архивы, работу школьных музеев и патриотическое воспитание в школе. Как видим, возможности применения стратегии «Диснея» практически безграничны. Техника мировой кафе и модели «Олта Диснея» направлены на создание творческого, креативного плана достижения мощной, привлекательной мечты и, что самое главное, с учетом всех рисков реализации. И в заключение мне хотелось бы сказать, что коучинговый подход или коуч-позиция педагога – это безоценочность, доверие, партнерство. Коучинг меняет отношение к педагогическому процессу. И когда учитель организует проектно-исследовательскую деятельность как коуч, то открываются новые возможности, расширяются перспективы. Надеюсь, что слушатели лекции смогли пополнить свой педагогический арсенал эффективными коучинговыми инструментами, со временем приобретут практический опыт их применения и будут осуществлять коучинговый подход в организации проектной деятельности. И завершить свою встречу не хотелось бы как коуч. Задам открытые вопросы. Уважаемые коллеги, а чем была полезна наша встреча? И что вы готовы сделать прямо сейчас? Какой у вас будет ваш первый шаг в ближайшие 48 часов? В своей работе я использовал следующие ресурсы. Благодарю за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Светлана Васильевна. Я бы хотела вас попросить оставить на секунду, если вы можете, включить еще раз презентацию, оставить слайд с источниками. Я думаю, это будет полезно для наших участников. И пока что, пока настраивайте презентацию, я бы хотела, наверное, задать вам вопрос. Все-таки очень часто, в последнее время точнее, все чаще используются подходы, о которых вы рассказывали, в высшей школе для старшего поколения, молодежи, скажем так. Расскажите, сложно ли внедряться в такую проектную работу младшим школьникам? Сложно ли им работать по техникам, о которых вы сегодня говорили? Очень интересно вот именно узнать со стороны младшей школы, как это происходит? Спасибо за вопрос. Он действительно очень актуален, потому что, когда я рассказываю вот об этом подходе педагогам, некоторые с недоверием относятся и с непониманиями. И они отчасти правы. В чем? Коучинг, прежде всего, это об ответственности. Насколько ты берешь свою ответственность? И, конечно же, если говорить о младших школьниках, брать на себя ответственность, это еще и по возрасту они это не способны. Это их возрастные особенности. Поэтому, чем старше ребенок, тем эти инструменты, они наиболее эффективны. Но, тем не менее, из своего опыта, вот используя технику модели Олта Диснея, уже с первого класса эта техника работает. Потому что она создает такую творческую обстановку, когда ребенок, он, по сути, своей фантазер, мечтатель всегда. И вот создается именно та ситуация, когда он может свои фантазии озвучить. И, казалось бы, это что-то несбыточное сначала, какие-то нереальные. Но потом, когда он смотрит на свои эти мечты уже глазами, а как это действительно можно реализовать, тогда прорабатываются шаги, и когда получается результат, вот это вдохновляет. Поэтому из своего опыта могу сказать, что инструменты, работающие и с детьми школьного возраста, но нужно учитывать их возрастные особенности, где какой инструмент применить. И вот с педагогическими работниками, проводя стратегическую сессию, там были люди уже и пенсионного возраста, тоже очень активно все включаются в работу. Но вот еще раз говорю, что коучинг – это про ответственность. Да, и в таком случае, вот как раз мы сейчас с вами закончили ответ именно на педагогах. Хотела бы попросить вас дать совет педагогам, которые смотрят нас сегодня. Я знаю, вот вы сейчас упомянули стратегические сессии, но есть, возможно, еще школы, где пока не применяется подобный подход, в принципе, проектный подход в той мере, о которой вы сейчас рассказали, где получить опыт педагогам, которые хотят внедрить такую деятельность именно вот к себе в школу, но пока еще не знают, где взять эти знания. Может быть, у вас есть по этому поводу какой-то совет? Да, есть такой сайт, он называется «Коучинг в образовании». Его автор Наталья Гульчевская. Кстати, на этом сайте есть вкладка «Конкурсы для учителей». Можно сделать работу, отправить ее на конкурс, и уже, если вы станете победителем, как у меня получилось, и пройти бесплатное обучение коучингу. И на этом сайте очень много размещается материалов уже от учителей, которые делают свои первые шаги, как у меня получилось. Я только вот в интернете, только на форуме узнала об этом подходе и начала сама смотреть, изучать статьи через интернет. И потом вот уже напала на этот сайт, записалась на конференцию, послушала других учителей, которые давно этим занимаются. В Красном Сулине, по-моему, Краснодарский край, есть целые школы, которые осуществляют коучинговый подход в обучении. Но могу честно сказать, что в школу внедряется это медленно, потому что это действительно труд большой, мы привыкли оценивать, у нас прежде всего оценка, мы ребенку говорим, это хорошо, это плохо, и мы не думаем о том, а насколько это для ребенка хорошо или плохо. Поэтому действительно здесь работа над собой очень большая, к этому надо быть готовым. И хочу сказать, все педагоги, которые преодолевают внутренний перелом, безоценочность, доверие, партнерство, достигают больших результатов, высоких результатов. Поэтому могу посоветовать сайт «Коучинг в образовании». Спасибо большое за большое количество таких именно прикладных советов. Я могу порекомендовать всем нашим зрителям посмотреть, пересмотреть, возможно, сегодняшнюю лекцию еще раз, ставить на паузу слайды, которых их особенно заинтересовали, брать на заметку все методы и инструменты, которые были сегодня предложены. Еще раз хотела сказать большое спасибо вам за нашу сегодняшнюю встречу, спасибо за ваш труд. Действительно, перестроить свой метод преподавания это всегда очень сложно, поэтому это требует большого труда, большой энергии и в первую очередь инициативы. Поэтому можем пожелать инициативности именно педагогам, и чтобы они не боялись ничего нового, продолжали свое обучение, и тем более для этого сейчас так много ресурсов, о которых именно сегодня мы и поговорили. Еще раз большое спасибо за нашу сегодняшнюю лекцию, за наш сегодняшний разговор. Я уверена, что он будет полезен очень многим педагогам, как оказалось, не только начальные школы, но и школы старшие, я уверена, что даже высших учебных заведений и СПО. Большое спасибо. Говорю нашим зрителям, нашим участникам лекции, до скорых встреч. Мы встретимся уже завтра, нас ждет еще три лекции, три методические копилки. Уверена, что будет очень интересно. Большое спасибо. До свидания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok